здравствуйте с вами николай пивненко в проекте дата 6 января на календаре в этот день 1745 году родился французский изобретатель аэростата жак-этьен монгольфье он был преуспевающим архитектором затем решил заняться производством бумаги на предприятии отца и первым начал выпускать так называемую веленевую бумагу познакомившись с сочинениями британского священника и естество испытателя джозефа пристли он вдруг заинтересовался воздухоплаванием и участвовал во всех изобретениях и предприятиях своего старшего брата который тоже из физика превратился воздухоплавателя о некоторых событиях этого дня 1813 год издан манифест александра первого он говорит об окончании отечественной войны 1812 года 1834 год в этот день состоялось принятие государственного гимна россии божий царя храни там есть такие слова божий царя храни сильный державный царствую во славу во славу нам царствуй на страх врагам царь православный боже царя царя храни может царя храни славному долги дни дай на земли гордых смирителю слабых хранителю всех утешителю все не спошли ну любит наш народ царя батюшку императора но как показывает история иногда цари заканчивать свою жизнь не очень весело народные праздники приметы и традиции рождественский сочельник сегодня он завершает сорокодневный рождественский или как его называют филиппов пост название праздника произошло от слова сочеву или сочни оба этих блюда готовились в канун рождества сочева представляла собой размоченные зерна пшеницы или ничменя который добавлялся сок семян мака подсолнечника конопли горчица орехов сочни это хлебные лепешки в которых делали отверстия для глаз использовали для гаданий через маску просто смотрели на улицу считалось если пройдет хороший человек год будет успешным а если плохой наоборот в рождественский сочельник православные христиане посещают богослужения в храмах сеношное обдение и литургию а в некоторых домах принято уделять особое внимание оформлению рождественского стола хозяйки застилать его новый скатертью под которую кладут пучок сена это символ если тогда тех самых а по углам стола размещать денежные купюры и зубчики чеснока которые символизируют здоровье и благополучие всех членов семьи под стол кладут топор на который сидящий ставят ноги чтобы обладать крепким здоровым духом в центре размещают композиции свечей и ловых веток ну а в канун рождества в селах молодежь собирается большими компаниями разукрашивают свои лица надевают причудливые костюмы ходят по домам и поет калятки важным атрибутом выступает и флиемская звезда ее изготавливают из цветной бумаги и лент а центр помещает икону в обрядовых песнях принято прославлять иисуса христа семью хозяина дома клядующих одаривают конфетами а в ночь с 6 на 7 молодежь гадает не забывайте что сочельник следует попросить прощение людей которых вы обидели простить всех своих врагов приметы и поверья на которые стоит обратить внимание в этот день если на сочельник небо обильно усыпано звездами значит в этом году следует ожидать богатого урожая за торжественным столом должно присутствовать четное количество людей также сегодня начинаются святки период народных зимних праздников они будут идти до крещенского сочельника после освещения крещенской воды название произошло от глагола светить то есть православные светят или прославляют иисуса христа и последняя тысяча восемьсот девяносто шестой год премьера фильма прибытие поезда на вокзал для счета братьев люмьер показ этого короткометражного фильма фееричен он состоялся в январе вроде бы время холодные люди пришли посмотреть но на какую-то синему как говорили тогда это был фурор зрители в панике разбегались в стороны от движущегося на них с экрана поезда они-то ведь думали что настоящий и мы бы с вами убежали ожившее изображение поезда просто застала их врасплох в этом фильме были впервые показаны съемки людей общим средним и крупным планом кстати пассажиры которых попросили приехать на поезде были друзьями и родственниками братьев люмьер и вот что я хочу сказать вам завершение что конечно же на сегодня трудно чем-либо удивить вот так хочется иногда чего-то нового свежего интересного тем более накануне рождества с вами был николай пивненко в проекте дата